Поздравляем с началом рождественского поста. Каждый по-разному относится ко времени воздержания. Кто-то скучает, кто-то тоскует, кто-то голодает. А сердце верующего человека, как олень, стремится к источнику воды, так и для воздержания христианин щептает для себя временем благоприятным, временем удобным, когда мы меньше стараемся пищись о столах, а больше заботиться о своей душе. Вот потому это время называется временем спасительным. И мне хотелось бы с этим наступившим временем вас поздравить, как с праздником, с наступившим рождественским постом. Потому что, дорогие братья и сестры, пост – это не просто неедение каких-то продуктов. Пост – это воздержание нашего чрева с его страстями, пороками и вожделениями. Как мы хотим обуздать свой язык, если не сможем обуздать своего чрева? Кто-то говорит, да вот я рассказываю, сплетничаю, какие-то всевозможные у меня осуждения на языке. Как с этим побороться, если ты не положил предел многоедения? Вот потому Церковь и зовет нас в это время уделить не столько время приобретению, приготовлению пищи, а хозяйки понимают, о чем я говорю. Задача поста – подумать о своей бессмертной, вечной душе. А у нее тоже есть духовная пища, духовные продукты. В чем они? Прежде всего, уклонись от зла и сотвори благо. Уста моя возлаголят премудрость и поучение сердца моего разум. Вот если мы внемлем этим словам, то разум, то есть поучение, чтение Слова Божия, научение в Священном Писании, в житиях святых, и будет как раз-таки той причиной, по которой потом уста наши будут говорить премудрость. Вот Христос заботился о народе, помогая ближним и заповедуя всем христианам любить ближних, как мы и стараемся с вами делать. Не случайно сегодняшнее евангельское чтение открывает нам этот пример заботы. Когда один законник, человек, который хорошо знал все определения закона, подошел ко Христу, искушая его, и говорит ему, какая наибольшая заповедь? И он отвечает ему, в законе как написано? Как читаешь? Вы слышите, какой вопрос? Как читаешь ты закон Бога? Насколько ты изучаешь его? Насколько ты применяешь его к себе? Вот это важная сегодняшняя составляющая – читать закон Бога. И его слушать. Ему подчиняться. И им руководствоваться в жизни. А это закон один, закон любви. Закон, который призывает нас любить и помогать другим. Вот, дорогие братья и сестры, мы с вами должны руководствоваться этой заповедью, любовью к Богу. Не просто так, я люблю Бога по воскресеньям. Я хожу сюда в храм, молюсь, исповедуюсь, причащаюсь, пощусь. Всем сердцем. Это значит всегда помнить о нем. За все благодарить. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Всегда радуйтесь, призывает нас Евангелие. И радость наша бывает именно от того, если мы за все благодарим Господа. За все, что с нами не происходит. Слава Тебе, Господи, что мы живы, что мы дышим, что мы ходим, что мы любим, что мы верим, что мы молимся, что мы с вами причащаемся святых бессмертных, животворящих Христовых тайнств. Слава Тебе. Сколько людей этого не знают. Сколько людей к этим святым таинствам не приступают. А Ты открыл мне себя, Господи. Больше того, Ты напитал меня собой. Ты укрепил меня с собой. Ты дал мне благодатные силы, преображающие мою жизнь. И тех, кто живет и трудится рядом со мною. Слава Тебе. Вот так живет христианин в любой период исторического события времени. И мы с вами должны непрестанно молиться, за все благодарить и всегда радоваться. И не должно быть в сердце христианина отчаяния, уныния, тоски, безысходности. У нас одно. Слава Богу за все. И за скорбь, и за радость. Здоровья всем вам, дорогие. Мира. Потому что сейчас, как никогда, нам надо молиться о мире. Мы видим, что происходит вокруг наших российских границ. Пытаются разодрать изнутри недруги нашего Отечества. Снаружи же все клыки свои оголили враги и недруги нашего Отечества. А христиане православные всегда молятся о властях и воинстве и я. Поэтому будем сохранять единство, дорогие братья и сестры. Единство во Христе, выражая свои чувства верующих, искренне и нелицимерно. Дай Бог вам всем мира, семейного благополучия. И сегодня в завершение хочу еще поздравить наших мам дорогих. Сегодня день мамы в России празднуется. А это и бабушки, это все женщины, которые были мамой, которые вырастили или растят детишек, которые о них заботятся. И вот сегодня такой государственный день мам. Но и церковь не обходит это хорошее своим вниманием и благословением. Пусть Бог благословит каждую маму на руках, держащую младенца. Это действительно самый красивый образ женщины с младенцем на руках. И вспоминая сегодня о матерях, вспомним нашу общую маму, заступницу усердную, всего рода христианского, Пресвятую Богородицу. И попросим всем сердцем, всей душою, как сегодня и призвал нас Христос, чтобы она укрепила в нас любовь к Богу и покрыла нас своим материнским покровом от всякого зла. Вот зачем мы приходим в храм, вот зачем мы молимся, вот что мы получаем, выходя из храма. И я хочу пожелать, чтобы каждый из вас, кто пришел и не поленился, был под покровом Божией Матери. И Царица Небесная укрепила всех вас, чтобы мы почаще встречались в храмах и вели своих детей за собой ко Христу, Которому со Отцем и Духом вечная и благая слава. Аминь.